Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава книги «Бытия», перевод российского библейского общества, я его читаю для библейского портала «Экзегет». Вот в первых главах книги «Бытия» кошмар для геологов, физиков, астрофизиков, те, кто занимается космологией, происхождением звезд, планет, но не совпадает с данными современной науки. В 11 главе «Лингвисты» приготовится ваш выход. На самом деле я, конечно, шучу, и мы уже не раз говорим, что книгу «Бытия» нельзя воспринимать как учебник по всем наукам, или даже по некоторым наукам, что это картина мира, которую вот древние авторы, может быть, это был Моисей и кто-то еще, но явно не один Моисей, мы говорили в прошлый раз, еще примеры мы увидим того, что Моисей всего этого знать просто не мог. Но неважно, вот предание, которое сохраняется из поколения в поколение, что оно говорит израильтянам об их жизни, что оно говорит об их месте в мире, о месте человека, человечества, народов разных языков, вот 11 глава про языки. Во всем мире в ту пору был единый язык, одни и те же слова. Можно еще перевести немногие слова, такое двусмысленное выражение, «деварим ахадим», то есть, ну, одни слова, единичные, может быть, слова. Может быть, их было немного, и люди обходились небольшим количеством слов. Сколько мы слов наизобретали? Слушайте, это какой-то ужас. Очень многие эти слова скрывают реальность и произносятся так, чтобы кого-то там оскорбить за детей. У них, наверное, все было попросту, да, вот там «стол» — это «стол». Мы не знаем, как это было. Во всяком случае, они друг друга понимали, это мы точно из текста выводим. «Идя с востока, люди достигли равнины в стране Шинар и там поселились». Шинар, ну, шумер, скорее, по-русски это так привычно звучит, это где-то в Междуречии. Интересно, что они шли с востока, да, то есть, с противоположной от Ханаана стороны. «Сделаем из глины кирпичи и обожжем их в огне», — сказали они друг другу. «Кирпичи заменили им камень, а асфальт служил им место известкового ростова». Ну, то есть, в Палестине там из камней в основном строили, а в Междуречии камней мало, там такие болотистые места, но зато глины много. Поэтому из глины делали кирпичи. «Построим город с башней до неба», — сказали люди. «Так мы прославим наше имя, чтобы не рассеяться по свету бесследно». Ну, здесь обычно вспоминают про Вавилонские Зеккураты. Вавилон — это же там как раз. Зеккурат — это такой храм, построенный в виде как бы ступенек в небо, и человек по нему как бы взбирается на небеса. Огромный, действительно, храм, который гораздо больше, чем нужен для практических целей. И для чего? Для того, чтобы прославить свое имя, для того, чтобы оставить этот след. Господь сошел вниз посмотреть на город и башню, над которыми трудились люди. Здесь такая тоже ирония в секте. Сошел вниз, то есть он там сверху смотрит, разглядеть не может, его надо вот спуститься, чтобы эту крохотную башенку посмотреть, а они по ней на небо пытаются влезть. «И сказал Господь, один народ у всех единый язык, и ведь это только начало их дел. Что не задумает, все им будет под силу. Так сойдем же к ним и смешаем их речь, чтобы они перестали понимать друг друга». Обратим внимание, что здесь снова Господь, как и при сотворении человека, говорит в первом лице множественного числа «сойдем и смешаем». Кому он обращается? К ангелам, которые в этом участвуют. Но христиане скажут «к святой троице», это разговор внутри троицы, но здесь явно нет такого развернутого учения о троице. Когда мы говорили о сотворении человека, то я присоединился к предположению, что, может быть, это к самому человеку. Человек соучаствует в сотворении себя самого. А здесь соучаствуют ли люди в смешении речи? Вы знаете, соучаствуют. Во-первых, потому что лингвисты нам подскажут, и люди сами замечают, что языки меняются со временем. Слово «полковый игрив» — это русский язык, но мы его плохо понимаем, хотя он русский, да? Он просто древнерусский. И мы более того знаем, что люди очень часто прилагают мощные усилия к тому, чтобы друг друга не понимать. Но здесь вот Господь сам смешивает эти языки. И что это значит? Давайте дочитаем. «И рассеял Господь по всей земле, так они и не достроили свой город». Поэтому этот город называется Вавилон. Господь смешал Баляль на древнееврейском. Бавель. Вавилон. Баляль смешал. Там речь всех жителей земли. И рассеял оттуда людей по всей земле. То есть, что он сделал? Как бы два действия в одном. Смешал языки и рассеял. И долго толкователи пытались понять, что значит смешал языки. То есть, до этого был один язык, а теперь их много. Теперь у них там появились кто говорит по-русски, кто по-французски, кто по-китайски. И, да, прям сразу в готовом виде. Но это же не так. Мы прекрасно знаем, что, например, русский, украинский, белорусский, они разошлись в относительно недавнем прошлом. Древний русский был общим. Для предков русских, белорусов, украинцев. То же самое. Когда-то люди говорили на латыни, потом только появились там итальянский, французский, испанский. Из латыни возникли. И мы даже видим, как по письменным источникам. Конечно, в древнем Израиле не знали этой подробности, как это все происходило. Но люди, очевидно, замечали, что иногда они понимают друг друга, иногда нет. Что языковые барьеры разделяют людей больше, чем любые другие. Люди не могут договориться. И что все великие проекты обычно прекращаются от того, что люди перестают друг друга понимать. Вот в Советском Союзе строили коммунизм. Кстати, эстонцы и туркмены довольно неплохо друг друга понимали по-русски. Но понимание было утрачено на каком-то более базовом уровне. Даже говоря на одном языке, люди в Советском Союзе друг друг не понимали. И не понимали, зачем они это делают. Поэтому в какой-то момент это все развалилось. И это, наверное, судьба очень многих таких великих проектов по строительству чего-то достигающего неба. Но это так, заметки на полях. Значит, люди смешались и рассеялись, и разбрелись. И человечество больше не едино. Отметим этот момент. До сих пор у нас человечество было порочным. Оно было языческим. Оно было каким угодно. Но оно было относительно единым. Даже когда Каин отделился от других потомков Адама и Ева. Ну, Сифа, прежде всего, или Шета, как в этом переводе он называется. Может быть, были какие-то другие, мы о них не читали просто. Не знаю. Но человечество было единым. А вот оно единым быть перестало. А если оно перестало быть единым, что Богу делать с этим человечеством? Вот оно всякое разное. И Богу, очевидно, не все равно, что с ним происходит. Вот он его не допустил до неба, не дал ему штурмовать небо. Когда-то он не дал Адаму и Еве есть от плодов древа жизни после того, как они нарушили его запрет. Нужно это человечество как-то вытаскивать. И для того, чтобы его вытащить вот из этой пропасти, в которую оно попало, нужно найти кого-то, кто будет слушать Бога. Собственно, в этом вся проблема. Они не хотят слушать Бога. Они хотят делать, что они хотят. И очевидно, что с ними со всеми сразу не совладать. Нужно найти такого человека. И Бог перебирает. Вот рассказ про род Сима, одного из сыновей Ноя. Через два года после потопа, когда Сима было 100 лет, у него родился сын Арпахшад. Мы, кстати, эти имена уже видели, но заново про Сима. Вот там было про все человечество, а здесь конкретно про потомков Сима. После рождения Арпахшада Сим жил 500 лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Арпахшада было 35 лет, у него родился сын Шелох. После рождения Шелоха Арпахшад жил 403 года, у него были еще сыновья и дочери. Интересно, кстати, что, помните, в начале Нового потопа Господь говорит, еще даже до него, что срок жизни человека 120 лет. А не сразу. Мы видим, что количество лет сокращается по сравнению с временами Адама и первых его потомков, там было 900, 800, а здесь 300, 400, 500, но все равно не 120. То есть иногда какие-то повеления Бога сбываются в перспективе, да, там проходят века, прежде чем они исполнятся. Нам хотелось бы поскорее, конечно. Когда Шелуху было 30 лет, это, кстати, уже вполне реалистичные возраста, 35-30, у него родился сын Эвер. После рождения Эвера Шелух жил 403 года, у него были еще сыновья и дочери. Когда Эверу было 34 года, у него родился сын Пелог. После рождения Пелога Эвер жил 430 лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Пелогу было 30 лет, у него родился сын Реу. После рождения Реу Пелог жил 209 лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Реу было 32 года, у него родился сын Сырук. После рождения Сырука Реу жил 207 лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Сырука было 30 лет, у него родился сын Нахор. После рождения Нахора Сырук жил 200 лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Нахору было 29 лет, у него родился сын Терах. После рождения Тераха Нахор жил 119 лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Тераху было 70 лет, у него родились сыновья Аврам, Нахор и Харан. Стоп. Наверное, все уже соскучились от этого длинного перечня. Кому было сколько лет и кто у него родился. А как же было скучно Богу. Вот это все смотреть, мы читаем это, мы за две минуты заскучали. А сотни лет. Сотни лет, в течение которых ничего не происходит. Нет того человека, который может начать вытаскивать эту ситуацию, через которую Бог может начать действовать в этом мире. Вот, кажется, появился. Вот рассказ про род Тераха. Сразу фокус. Сначала все человечество, потом род Сима, а теперь род Тераха. Вот рассказ про род Тераха. У Тераха родились сыновья Аврам, Нахор и Харан. Ну да, уже было. У Харана был сын Лот. Сам же Харан умер еще при жизни Тераха, своего отца, на родине, в Уре-Халдейском. Ур-Халдейский, это, кстати, один из крупнейших городов Междуречия, знаменитейших. Шумер, Акад, вот это все там. Аврам и Нахор. Женились. Жена Аврама стала Сара, а жена Нахора Мелька, дочь Харана. Харан был отцом Мелькийский. Сара была бесплодной, детей у нее не было. Терах покинул Ур-Халдейский и направился в Хананскую землю вместе со своим сыном Аврамом, внуком Лотом, сыном Харана, и невесткой Сары, женой Аврама. Они дошли до Харана и там поселились. Терах прозвал 250 лет, он умер в Харане. Кстати, уже такой срок жизни все ближе к 120, да. И, собственно, что, и ничего еще пока нет. Вот они начали какое-то движение в сторону Ханана. Почему? Кто его знает, кочевники, может быть, да. Ну, кочевники всегда переходят. Здесь там не урожай или там всю траву съели животные. Пошли дальше или там посмотрим, как оно понравится. Останемся, не понравится, еще дальше пойдем. Всего лишь просто вот странствуют они по земле, еще ничего не происходит. А все самое главное начнет происходить в следующей главе, но, может быть, не случайно. Речь идет именно о тех, кто странствует. Речь идет именно о тех, кто странствует.